Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзигет». И я, священник Иоанн Тераутс. К нам поступил вопрос, часто волнующий людей, чего нельзя просить у Господа. Итак, для ответа на этот вопрос нам понадобятся слова из Священного Писания, мне кажется, которые наиболее ясно отражают ответ на данный вопрос. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и все это приложится вам. Это часть Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, которую мы находим в Евангелии от Матфея. Но здесь Господь не говорит «не просите». Сама молитва «Отче наш», которая учит Христос своих учеников, говорит о следующем. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Есть разные толкования на данную молитву и на данную фразу этой молитвы. Есть евхаристическое толкование, что это молитва перед причастием, что это молитва для того, чтобы мы достойно причастились к святых христовых тайн. Почему? В литургии она всегда есть, вне зависимости, прежде священная ли это литургия или полная. Есть толкование того, что насущные наши проблемы, Господи, реши. Вопрос «не заботьтесь и не говорите» — это вопрос «не занимайтесь этим слишком серьезно». В молитве мы можем Богу говорить о своих проблемах, о своих нестроениях, и, между прочим, можем говорить о тех вещах, которые нас волнуют. Еда, питье, одежда, какие-то проблемы финансового характера. Мы можем излагать их в молитве, в этом нет ничего плохого. Однако, если мы с вами обратим внимание на то, чего же нельзя все-таки просить в молитве, так вот, просить греха — это точно нельзя, потому что это противно воле Божией. Просить, чтобы Господь дал вам успешно своровать, успешно кого-то убить, успешно соблудить и так далее. Явно в молитве это будет неверно и неправильно. Далее. А как просить нельзя? Какова должна быть молитва? Молитва отличается от заклинания не набором слов, но тем отношением, которое мы имеем. Есть дерзновенная молитва, но в ней всегда присутствует факт смирения перед волей Божией, принятие воли Божией. Я хочу так, Господи, но не знаю, как Ты хочешь. Дай мне так, как Ты хочешь. Иногда это осознание приводит тебя в состояние страха и ужаса, что Бог хочет не так, как хочу я. Я построил себе картину мира, в которой я занимаю вот это место, вот таким образом живу и так далее и тому подобное. То есть я себе нарисовал ту картину жизни, которую я бы хотел видеть. А вдруг Бог не так это видит, и мне страшно от этого, мне плохо от этого. И вот перебороть этот страх – это одна из задач христианина по пути к налаживанию молитвенной жизни, чего я, конечно, всем желаю. Ну, подведем итоги. Молиться можно обо всем, о чем Вы хотите, но не о грехе. Если Вас волнуют какие-то бытовые проблемы, возложите свою надежду на Бога. Не пытайтесь, не занимайте свою голову, драгоценное время, драгоценные мысли, не занимайте вопросами бытовухи. Она и так есть в нашей жизни, она и так нас волнует. Но если мы будем доходить до навязчивых мыслей, идей, если мы будем ложиться и вставать с мучительными мыслями об этом, то, конечно, это очень плохо будет действовать на нашу с вами жизнь. Будет ее раскрашивать только в черные, какие-то темные краски. Вряд ли кому-то этого хочется. Я желаю всем нам спокойной, хорошей жизни. И вспомним слова из богослужения. А избавитесь нам от всяких скорби, гнева и принуждения. Вот я надеюсь, что ни скорби, ни гнева, ни принуждения в нашей жизни с вами не будет. Храни вас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok